дерзкий отказ надевать натовские береты перед порошенко морпехи первого феодосийского объяснили просто мы против осадной реформы в армии один из военнослужащих добавил на своей странице в соцсети что морские пехотинцы традициям не изменяют за строптивость их на следующий день уволили в запас в свою очередь официальный представитель в м с украины олег челыка которому журналисты обратились за разъяснениями сообщил что подавляющее большинство морских пехотинцев согласились надеть новые береты поскольку приказ президента о смене формы обязателен для исполнения в отличие от десантников которые осенью прошлого безропотно согласились нацепить натовские темно-бордовые береты крылатая пехота во все времена славившиеся бесстрашием и верностью традициям ограничилась лишь анонимными высказываниями в сми казармы без отопления с дырявыми окнами крыши текут а они головы ломают какой бы цвет беретов придумать вместо голубого сказал один из военнослужащих несогласие с правилами ношения формы или геральдики это еще цветочки украинские военные бойцы нацгвардии все чаще проявляют открытое неповиновение по гораздо более серьезным вопросом так 6 января этого грузинский национальный легион в полном составе покинул вооруженные силы украины спустя почти три года войны в донбассе обвинив командирование компетентности и шантажи а решение выйти из состава 54 бригады представители подразделения сообщили в фейсбук по их словам украинские военнослужащие устроили бойцам легиона суровую дедовщину отбирали амуницию и личные вещи собранные волонтерами командиры вынуждали выполнять незаконные приказы и отказывали тяжело раненым легионерам влечения а уже 21 января донбасс покинул личный состав 128 горнопехотной бригады в су так называемого закарпатского легиона по данным некоторых сми командование соединения приняло решение вернуться в пункт постоянной дислокации на западе украины самостоятельно без согласования с вышестоящими инстанциями известно что в донбассе военнослужащие бригады дислоцировались неподалеку от населенных пунктов горловка зайцева торец донецкая область и попасная луганская область с июня 2014 года закарпатский легион регулярно принимал участие в боях с подразделениями армии днр и лнр в сражении за дебальцева в начале 2015 года бригада понесла серьезные потери